Привет-привет, друзья мои, добро пожаловать в игру The Sims 4. Сегодня я хотела бы вам рассказать о небольшом обновлении одного мода, о котором я уже записывала ролик. И, кстати, ссылочка на этот ролик будет в описании. Это обновление понравится всем, кто любит трэш и хаос в Sims 4, а также всем фанатам Пятницы 13 и Джейсона Вурхиза. Кратенькая предыстория. Мне нужно было скачать новую версию зомби-мода для нашего зомби-выживания. Я зашла на сайт автора и увидела, что он обновил мод под названием Life Tragedies. Там добавили Джейсона Вурхиза и кое-что еще интересное, то, что я вам сегодня тоже покажу обязательно. Ну а пока что, я думаю, что мы сейчас с вами глянем, как же выглядит Джейсон и как он действует в Sims 4. Этих персонажей, я думаю, что многие могут узнать. Мы с вами создавали их в Sims 4. Кстати, ссылочки... Именно что ссылочки, потому что я, по-моему, создавала их двумя роликами. Будут тоже в описании. Мы с вами их создавали после того, как очень много раз играли в игру Пятница 13. Если вы, например, смотрели фильм Пятница 13, то я думаю, что некоторых из них вы тоже можете узнать. Ну и если вы играли в игру, то, само собой, я думаю, что многих узнаете. Итак, сейчас мы с вами находимся в Винденбурге. К сожалению, сейчас не Пятница 13, сейчас среда. Ну, может быть, компания из молодых людей решили вот выбраться на природу, поиграть на гитаре, посидеть у костра. В общем, хорошо провести время. И они даже не подозревают, что здесь где-то в округе ходит страшный и ужасный Джейсон Вурхиз. Перед тем, как мы с вами вызовем Джейсона, я хочу вам показать вообще, что это за мод. И, кстати, сейчас можете обратить внимание, что у меня отключены все моды, вообще все доп-материалы. Я чуть позже вам расскажу, с чем это связано. Но пока что переходим в пункт Life Tragedies. Итак, у нас здесь есть четыре варианта. Мы можем включить Life Tragedies in this save file, то есть мы можем включить появление вот этих вот жизненных трагедий в нашем save файле. Также давайте посмотрим, я быстренько вам расскажу, а затем мы перейдем, собственно, к самому обновлению. У нас есть трагедии, которые могут быть связаны с самим симом. Его могут украсть. Его могут ограбить, его могут забулить, его может сбить машина, или же он может очень тяжело заболеть. Также у нас есть серийные убийцы. И вот эти вот все серийные маньяки-убийцы у нас уже были в прошлом обзоре. Но тут у нас появляется Джейсон. Я очень надеюсь, что у нас появится Фредди Крюгер. Мне кажется, это будет очень круто. Мы с вами сейчас посмотрим, как будет орудовать Джейсон. Ну а пока что я вам еще хочу показать options. Options это все, что вы захотите сделать с вашими персонажами вне вот этих вот двух предыдущих пунктов. Например, вы хотите, чтобы именно конкретно этот сим сейчас заболел. Вы хотите, чтобы в него выстрелили. Вы хотите, чтобы он сейчас, допустим, ну вот эти у него все трагедии, которые происходят, они происходили быстрее. То есть, допустим, вы создаете персонажа и делаете его менее удачливым, чем остальных. Также вы можете конкретно для этого сима включить или отключить действия трагедии. Но нас сейчас интересуют серийные убийцы. Давайте-ка выберем Джейсон Вурхиз и посмотрим, что здесь будет происходить. Вы видите, что ребята общаются, у них какая-то, знаете, своя тут атмосфера. Может быть, у кого-то день рождения, может быть, кто-то там отмечает какую-нибудь, не знаю, там, годовщину. Или просто они решили провести время вместе. Давайте-ка мы сейчас отменим все эти действия, потому что наш главный герой сейчас решил рассказать какую-то историю. И нас же сейчас все-таки, в принципе, интересует появление Джейсона. Он звонит кому-то по телефону. Алло, Джейсон, приезжай. Слушайте, а представляете, знаете, какая могла бы быть история? Например, допустим, наши главные герои приезжают в лагерь, ну а вот этот парниша решил их разыграть. Все знают про страшную легенду Винденбурга, что вот в этом озере, может быть, это, кстати, Кристалл Эйк, обитает страшный и ужасный дух Джейсона Вурхиза. В общем, он решил разыграть своих друзей, но оказалось, что это нифига не розыгрыш, что на самом деле Джейсон придет и нападет на всю эту компанию. Кстати, мне что-то подсказывает, что надо бы Кики Кака. Да, друзья мои, если вы смотрели Пятницу 13, вы знаете, откуда у нас именно что Кики Кака. Я знаю, что там не Кики Кака, но у нас была Кики Кака. В общем, мне кажется, что нужно будет как-нибудь построить Кристалл Эйк, мне кажется, это будет очень классно, лагерь из Пятницы 13, я думаю, что это просто прекрасный вариант. И мне кажется, что можно было бы устроить выживашку вместе с Джейсоном. Ребят, напишите в комментариях, как вам такая идейка. О, у нас пожар! Подождите, а где, во-первых, появился Джейсон? И, во-первых, почему у нас здесь пожар? Почему у нас... А кто это такой вообще пришел? А, у нас появляются кемперы. Ребят, еще один очень важный момент. Помимо наших главных героев, то есть у нас же здесь лагерь, у нас появляется еще несколько посетителей нашего лагеря. Ну, то есть просто какие-то люди, которые, видимо, тоже решили здесь отдохнуть. Но я так понимаю, что пока что у нас есть только один кемпер. Больше я вроде как никого не вижу. Кто уже успел устроить пожар? Что вы уже здесь готовили? Почему у нас тут все горит? Что горит? Зачем? Почему? Ладно, горит и горит. В общем, видите, у наших ребят пока что такая вот атмосфера абсолютно свойственная их компании. То есть они там шутят, что-то готовят, играют, поют, танцуют, в общем, развлекаются. Но они не подозревают, что где-то здесь сейчас бродит Джейсон. А вот где бродит Джейсон, я пока что не могу понять. Я бы хотела его найти, но вы видите, что у нас тут такие вот плотные кусты. И, видимо, Джейсон... Слушайте, представляете, если бы Джейсон реально из воды появлялся? Вот это было бы круто. Вот это было бы прям совсем круто. Ну, пока что его нет. Ну и ладно, Джейсон, ну и не надо. Предлагаю сейчас возобновить печеные фрукты. Давай-ка мы возобновим печеные фрукты. Будем возобновлять? Давай, возобнови, пожалуйста. А я... Ребят, у нас уже начинаются первые скандалы. То есть Томми Джарвис уже решил устроить тут разборки. Видимо, не все так гладко у них в их компании. Я вижу, что кто-то у нас решил пойти поиграть на гитаре. Кто-то решил просто пойти послушать, как играют на гитаре. Но я так понимаю, что возобновлять фрукты... Мы будем возобновлять или нет? Или кто-то другой хочет заняться фруктами? Все. Весь лагерь переругался. Возобнови, пожалуйста. Слушайте, он не хочет заниматься фруктами. А может быть, тогда положи их в багаж. Убери вообще здесь все. И затем мы вернем вот этот вот, получается, наш гриль. Я вижу, что... А вот и Джейсон, друзья мои. Откуда он шел? Скажите мне, пожалуйста. Он решил с конца того острова идти сюда. А куда ты ходишь вообще? Почему он ходит туда-сюда? Ты вообще собираешься... Алло, ты в курсе, что лагерь как бы там? Почему он здесь круги наматывает? Он решил понаматывать круги вокруг этого участка. Такой, знаете, неспешной походочкой. Подождите, подождите. Я сейчас до вас доберусь. Я вот прям сейчас до вас доберусь. Но вы же знаете, что Джейсон у нас обычно, в принципе, никуда не спешит. Как вы помните, когда мы играли в пятницу 13-й, у нас все равно Джейсон, ну, практически всегда мог всех настигнуть. Ну, если, конечно, нам машина не попадалась, мы ее не успевали вовремя починить. Ну, в общем, у ребят, как только они приехали в лагерь, уже начались какие-то первые конфликты. Вроде бы, поначалу все было хорошо. Но теперь я вижу, что они начинают ссориться, ругаться. И мне это, честно говоря, не очень нравится. Давайте, может быть, пойдем... Мы должны разжечь с вами костер и, может быть, что-нибудь сейчас вкусное приготовим. Почему-то Джейсон ходит туда-сюда. Такое ощущение, что он, знаете, пока что только осматривает наш лагерь. Он не знает, на кого первого напасть. Выбирает свою первую жертву. Давайте-ка, может быть, мы поджарим хот-доги. Мы ничего не подозреваем. Ребят, объясните мне, пожалуйста, поведение Джейсона. Джейсон, такое ощущение, знаете, вот такой Джейсон стесняшка нерешительный. Ну вот, видите, то есть у них какой-то уже конфликт. И вместо того, чтобы все решить... О-оу. Что-то он как-то, знаете, вообще мимо прошел. Я так понимаю, что у нас появился еще один кемпер. И я так смотрю, что сейчас с этими двумя произойдет что-то не очень хорошее. Че ты круги наматываешь, Джейсон? Но заметьте, очень круто сделан. То есть у него очень классная маска. У него есть мачете. У него такая вот кровавая куртка. Мне кажется, что он действительно как-то сейчас только жертву выбирает. Ну-ка. Давайте посмотрим, ребят, что сейчас. Я помню это в игре. У нас было такое убийство в пятнице 13-е. И вот у нас произошло первое убийство. Сначала пошел чуточку быстрее, потом чуточку медленней. Ребят, напоминаю, что это мод. То есть понятное дело, что тут может все быть не так гладко и плавно, как нам бы хотелось. Но это мод. Джейсон, подожди, ты вышел из сценария. Ты не должен бегать. Ты должен ходить. Ты должен медленно ходить. Слушайте, по-моему, актер, который играет сейчас Джейсона, решил немножечко ускориться. И, видимо, немножко застеснялся из-за того, что у нас тут так много народу. И сразу вам хочу сказать, друзья, почему у меня сейчас отключены все моды. Дело в том, что когда я поставила этот мод, к сожалению, Джейсон появлялся в виде обычного персонажа. Рандомного. Слушайте, а больше Джейсон не собирается ни на кого нападать? Интересно, он опять сейчас будет идти из другого конца? Да нет. Или да, или нет. Откуда он, интересно, появляется? Сейчас мы с вами его найдем. В общем, когда я поставила этот мод и хотела протестировать, к сожалению, вместо вот такого вот классного Джейсона, у меня появился просто обычный персонаж. А, вот он идет. Ну, сейчас я вам, пока он идет, я вам расскажу. То есть здесь мог появиться кто угодно. Хоть, не знаю, Белла Готт, она шла в своей привычной одежде. Но когда она подходила к персонажу, конечно же, происходила вот эта анимация убийства, все дела, кровь, тра-та-та. Но, к сожалению, здесь был просто обычный персонаж. Судя по всему, следующей жертвой станет Федор. Извините, пожалуйста, вы чего тут стоите? Вот, видите, друзья мои? Видите, как действует Джейсон? Ага, ему пришла в голову, видимо, идея еще на кого-нибудь напасть. И я смотрю, что наши персонажи, которые сейчас в лагере, они начинают потихонечку паниковать. То есть, видите, им не очень нравится то, что происходит. Они, видимо, увидели, что здесь уже напали на одного из их лагеря. И теперь им нужно как-то справиться с Джейсоном. Как вы понимаете, в этом моде мы, в принципе, можем напасть на Джейсона и избавиться от него. Но будет ли это интересно, не знаю. Мне кажется, что Джейсон сам по себе достаточно интересный. И его, как бы, хочется посмотреть за его действиями. Ну что, давайте ускорим нашего Джейсона, потому что он ходит крайне медленно. И я так понимаю, что эта дамочка будет следующей. Но вот самое интересное, что он действительно почему-то не нападает на тех, за кого мы с вами играем. Как же оно жутко смотрится, ребят. Как же оно жутко смотрится. Больше я, вроде бы, людей, которые были не из нашей семьи, вообще не вижу. Я так понимаю, что если сейчас Джейсон побежит, то, скорее всего, в этом лагере он уже от всех избавился. Я могу сейчас пока что просто тут посмотреть. Возможно, подождите, он же не будет знаменитостей. Не, он на знаменитости не нападает. Они ему не особо интересны. Но я вижу, что он уже куда-то целенаправленно идет. Давайте мы его немножко ускорим. Смерть пока что немножко занята. Я боюсь, что Джейсон успеет кого-то еще сейчас здесь выследить. Может быть, тебя? Да, вот у нас еще и Георгий есть. Вы видите, что Джейсон ходит крайне медленно. Ну вот прям очень медленно. И почему-то у него какая-то странная привычка. Ага, вот видите, Георгий все сбежал. И я так понимаю, что как только последний Кемпер, а их у нас примерно двое-трое обычно появляется, на одно нападение Джейсона, он у нас получается все. Он у нас уходит, и до свидания. Пора перейти ко второй части обновления. И теперь ваш сим может похитить другого персонажа. Друзья мои, вы представляете? Я зашла в рандомную семью, выбрала рандомного персонажа. Я думаю, что Паула знают все. И сейчас мы с ним отправимся на небольшую прогулку по Винденбургу. Посмотрим. Может быть, кто-то из местных жителей хочет, чтобы его похитили. Я надеюсь, что мы сейчас хоть кого-нибудь встретим, потому что как бы из своей семьи кого-то похищать не хотелось бы. Хотя, хотя, как говорится, почему бы и нет. Неужели в девять вечера никто не гуляет в Винденбурге? Вам не кажется это странным? Ну вот, смотрите, здесь есть кафешка. Здесь есть у нас... О, кто-то уже здесь идет. Здравствуйте. Морган. А почему вы здесь ходите одна совершенно? Предлагаю сейчас сюда телепортироваться. Давай-ка телепортируйся сюда. Нечего там себе стоять. Иди сюда. И теперь мы с вами сейчас посмотрим, как же выглядит похищение. Мы с вами можем похитить персонажа и отправиться с ним в пещеру, друзья мои. Ну что, давайте-ка глянем. Мы подходим к Моргану, который у нас здесь гуляет. И, как вы видите, к нам подъезжает машина, друзья мои. К нам подъезжает машина. Мы забрасываем персонажа. Вообще, мы с вами можем выбрать, кого мы хотим сюда забросить. Но раз уж мы выбрали Морган, то забрасываем Морган. И машина куда-то уезжает. У нас начинается экран подгрузки. И знаете, когда я увидела пункт похищения и затем отправление в пещеру, честно вам сказать, я не поверила. Я не поверила, что в Sims 4 такое есть. И вы сейчас можете увидеть, что мы с вами явились сюда вместе с Морган. У нее уже какие-то порезы, какие-то кровопотеки, какие-то синяки. И, Пауло, я о тебе была более высокого мнения. Мы с вами появляемся в пещере. И теперь у нас есть различные пункты, которые мы с вами можем сделать с этим Симом. Сразу скажу, это достаточно жестокие пункты. Поэтому, если у вас есть какая-то непризник подобным действием, советую вам не смотреть. Мы с вами можем пытать Сима. Мы можем использовать вещество на нашем Симе. Мы можем немножко поплакать. Давайте немножечко поплачем. Мы с тобой неправильно сделали, Пауло. Ты у нас будешь такой, знаешь, очень сентиментальный маньяк. Ну, в принципе, так и получается. Мы можем промыть ей мозги, а также можем позвонить родственникам и потребовать деньги. Давайте я вам покажу вот этот вот пункт. Ты чего его обошла? Ты хочешь его... Ты бы еще постучала, знаете, по плечу. Мол, как бы, да ничего страшного, все будет хорошо. Не переживай, я не обидяюсь. Что ты с ним вообще разговариваешь? И, как я вам уже говорила, выглядит вот этот вот момент с пытками, ну, достаточно неприятно. И теперь мы с вами можем позвонить родственникам Морган и попросить выкуп. Мы можем сейчас попросить, чтобы кто-нибудь приехал и привез деньги, чтобы, как бы, нашу Морган кто-нибудь отсюда забрал из этой пещеры. Как вы видите, мы с вами получили 5000 символионов. Мы получили 5000 символионов, и за Морган сейчас могут приехать родственники. Давайте посмотрим. Вот у нас появляются родственники. Я так понимаю, что всегда появляются абсолютно рандомные персонажи. Даже если бы Морган была членом семьи Паула, приехал бы вообще кто-то третий, четвертый, пятый. Ну, то есть, как бы, игра кого-то сама генерирует. И они, как бы, сейчас пытаются обняться, но у них не очень это хорошо появляется. Видимо, Морган еще просто не успела подойти к своему родственнику. Вы видите, что появляется несколько персонажей, и персонажи могут реагировать абсолютно по-разному. То есть, персонажи могут просто... Да ладно! Пошли... А, я думала, сейчас какие-то разборки. Нам заплатили еще 25 тысяч. То есть, нам заплатили 5000, и затем еще 25. Как-то они немножко странно обнимаются, но я вам сразу хочу сказать, что в этом моде, получается, при похищении персонажа появляется абсолютно рандом. Тут могут приехать родственники просто заплатить нам деньги, а могут просто... Чему ты радуешься, что тебе деньги заплатили? Паула, ты очень жестокий персонаж. Мне это не нравится. А могут приехать достаточно агрессивные родственники, вооруженные, которые могут застрелить нашего похитителя. То есть, как вы понимаете, игра может подкинуть еще и такой вот моментиц. Ну что, друзья мои, сегодня мы кратенько посмотрели вот такое вот обновление. У нас появляется Джейсон Вурхис. И... Что, неужели вы наконец-то обнялись? Нет? А где наша похищенная? А похищенная уже решила сбежать. Она, в принципе, поняла, что здесь делать нечего, а родственники что-то не особо спешат. В общем, как видите, у нас появляется в данном моде Джейсон Вурхис. И, честно говоря, мне очень нравится, как он сделан. Несмотря на небольшие баги, он действительно сделан очень круто. Также у нас появляется пункт похищения. То есть, если вы любите устраивать в 74 такие вот такие трэш-приключения, что-то разыгрывать, то я думаю, что этот мод вам обязательно понравится. Кстати, ссылочка на мод тоже в описании. Просто распакуйте архив, добавьте в папку mods, и обязательно проследите, чтобы в настройках у вас были включены все моды. Ну и, конечно же, если с модом какие-то проблемы, почистите папку mods, потому что, как я вам уже сказала, у меня эти самые проблемки были. Ну что, друзья мои, напишите в комментариях, любите ли вы такие вот трэш-моды, или же вы предпочитаете что-то более веселенькое, как и я. Ну а я буду с вами прощаться. Друзья мои, хорошего вам настроения, не грустите. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok